Жители Ивановской области могут бесплатно получить дистанционную консультацию врача. Об этом сообщил глава региона Станислав Воскресенский. Сейчас на медиков повышенная нагрузка и многие заняты в борьбе с распространением коронавируса, но жизнь не останавливается. Мы давно планировали развитие телемедицины Ивановской области, чтобы люди могли, не выходя из дома, пользоваться консультацией врачей. Вот нами на днях достигнута договоренность госкорпорации ВБРФ на три недели, начиная с сегодняшнего дня и до 30 апреля, бесплатно, подчеркиваю, бесплатно, жители Ивановской области смогут воспользоваться телемедицинскими услугами. То есть, если что-то горит, получить оперативную дистанционную консультацию врача. Это вообще сегодня в мире принято, нам давно пора это сделать, но, как говорится, вот такие ситуации, они подталкивают. Мы так будем действовать, кстати, в других сферах. Нам вообще много где, надо быстрее внедрять новые технологии. Следует сказать, что доступны консультации с терапевтами, педиатрами, врачами 10 узких специальностей. Обратиться можно по любым вопросам, не ограничиваясь темой коронавируса. Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на сайте или через приложение «Доктор рядом телемед», ввести промокод «веб-мед», выбрать врача и получить консультацию. После этого позвонить по номеру телефона 8 800 550 69 17. Здесь оператор зарегистрирует пациента и направит к дежурному терапевту, или запишет к врачу узкой специальности. Терапевты и педиатры работают круглосуточно. К врачам узких специальностей можно записаться заранее на удобное время. Телемедицина будет бесплатной не менее месяца. Возможно, ее продлят в зависимости от развития эпидситуации в стране. Также следует сказать, что согласно изменениям в действующий указ губернатора о режиме повышенной готовности, в Ивановской области людям старше 65 лет запретили находиться на работе. Глава региона обязал исполнить эту меру всем работодателям. На что я хотел особое внимание обратить. Я соответствующую поправку в указ внес. Я всех работодателей не настоятельно прошу, а обязываю исключить нахождение на рабочих местах лиц старше 65 лет, либо лиц, болеющих определенными хроническими заболеваниями, которые в указе написаны. Сделано это потому, что именно эта группа риска. Поэтому это надо исключить. За исключением случаев, когда такая работа может быть организована дистанционно. То есть на предприятии таких людей быть не должно. Надо сохранить жизнь. Надо думать о безопасности людей прежде всего.